Радио Японии Радио Японии Здравствуйте, дорогие радиослушатели В эфире радио Японии Всемирной службы Микрофон Алексей Рахумов И Ирина Брайан О погоде в японской столице В Покио В полдень по японскому времени Облачная погода Температура воздуха 10 градусов тепла Начинаем нашу передачу С информационного выпуска В начале которого Коротко о главном Дональд Трамп подписал указ О пересмотре политики США По изменениям климата Великобритания Запускает процесс выхода Из состава Европейского Союза Банк Японии Проверит возможность Чрезмерного предоставления займов На строительство жилья Для сдачи в аренду Пак Кунхе будет присутствовать На судебном слушании По вопросу выдачи ордера На ее арест В префектуре Сайтама Прошло мероприятие Со строительными машинами А сейчас обо всем подробнее Президент США Дональд Трамп Подписал указ Который снимает ограничения Направленные на борьбу С изменениями климата Введенные его предшественником Бараком Обамой Указ, который был подписан Во вторник Предусматривает пересмотр Правительственными учреждениями Всех существующих правил И политики в области охраны Окружающей среды Которые могут нанести ущерб Производству энергии Внутри страны Целью такого пересмотра Включают и план Чистая энергия Который был выдвинут Администрацией Бывшего президента Обамы В 2015 году Этот план ограничивает Выброс эмиссии углеродов От электростанций Работающих на угле Указ также отменяет Ограничения на угледобычу На государственных земельных участках Которые были введены Администрацией Обамы Трамп заявил Что он совершает исторические По своему значению Шаги По отмене ограничений На деятельность Американского Энергетического сектора В ходе своей предвыборной кампании Трамп заявлял Что он выведет США Из Парижского соглашения По изменениям климата Парижское соглашение По климату Ставит целью Снизить эмиссию Парниковых газов Практически до нулевого уровня Во второй половине 21 века Это соглашение Было заключено В декабре 2015 года Два крупнейших эмитента Соединенные Штаты Америки И Китай Сообщены в сентябре Прошлого года О его ратификации Многие другие страны Последовали их примеру Что позволило соглашение Вступить в силу в ноябре Парижское соглашение Призывает все страны Представить в ООН Их цели По сокращению эмиссии Парниковых газов США планируют К 2025 году Сократить эмиссию На 26-28% По сравнению С уровнем 2005 года Япония заявила Что намерена К 2013 году Сократить эмиссию На 26% По сравнению С уровнем 2013 Простите Япония заявила Что намерена К 2030 году Сократить эмиссию На 26% По сравнению С уровнем 2013 Великобритании Уведомит Средоевропейский союз О своем намерении Выйти из состава Этой организации Полагая Что переговоры По этому поводу Будут самыми трудными В истории Европейского союза Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй Планирует Направить письмо Председателю Европейского совета Дональду Пушку На запуске Практической Вышеной страны Из ЕС Туск направит Проект правила Проведения Соответствующих Переговоров 27 другим Странам Составе ЕС В пределах 48 часов После получения Письма От премьер-министра Великобритании По результатам Сосовавшегося В июне Прошлого года Референдума Великобритания Приняла решение О выходе Из ЕС Став первой Ведущей державы В составе Этого блока Которая Выбрала Такой путь Гренландия Которая Является Автономной Территорией Дании Вышла Из состава Предшественника ЕС Европейского Экономического Сообщества В 1985 Году Тереза Мэй Надеется Сохранить Почти равные Обязательства По отношению Великобритания По тарифам И другим Вопросы Отнесся Выхода Ее Страны Из состава ЕС Одним Из первоначальных Пунктов Переговоров По выходу Великобритании Из состава Европейского Союза Станет Как ожидается Вопрос О стоимости Этого Процесса Которая Может достичь 60 миллиардов Евро Или 65 Миллиардов Долларов Участники Переговоров Также Обсудят Способы Защиты Прав Граждан ЕС Проживающих Великобритания Хочет начать Переговоры По вопросу Соглашения О свободной Оторговле С Европейским Союзом А также По временным Мерам Направленным На предупреждение Резких Изменений В среде Бизнеса Однако ЕС По всей Вероятности Не согласится С этим Заявив Что приоритетным Должно Стать Подписание Соглашения Об условиях Выхода Великобритании В том числе О финансовых Обязательствах Этой страны Ожидается Что переговоры По исследователям Американского Университета Джонса Хопкинса Сообщила Что последняя По времени Деятельность Северной Кореи Дает основания Полагать Что эта страна Готовится К проведению Нового ядерного Испытания Исследователи Представили Во вторник Анализ Сделанных Прошлую субботу Со спадрикой Снимков Ядерного полигона Пунгари На северо-востоке Северной Кореи Эта группа Сообщает Что снимки Северного входа На этот объект Свидетельствует О проводке На поверхности Специальных кабелей Которые Скорее всего Используются Для сбора И обработки Данных Этот вход Также использовался В ходе Предыдущего Ядерного испытания Согласно исследователям Эти факторы Дают Серьезное основание Полагать Что приготовления К проведению Ядерного испытания Идут полным ходом Отмечая Однако Что снимки Не предоставляют Точных свидетельств Отмечая Способность Северной Кореи Без информации Следователи Указывают На необходимость Осторожного подхода К принятию решения Объявлять О неизбежности Проведения Северной Кореи Ядерного испытания Руководство Японского Производителя Электронной продукции Тосиба Тосиба пытается Пытается свести К минимуму Потери своего Бизнеса В области Ядерной энергетики В частности Американской Дочерней Компании Вестингхаус Эта компания Планирует Подать заявку О процедуре Банкротства В соответствии С главой 11 Кодекса США О банкротстве Тосиба Приобрела Компанию Вестингхаус В 2006 Году Два года Спустя Эта компания Получила Заказы На строительство Четырех Ядерных Реакторов В Соединенных Штатах Однако Огромный Рост стоимости Мер По обеспечению Стандартов Безопасности Сделал Эти проекты Неприбыльными Тосиба Намерена Заявить О потерях По этим Проектам В размере Более 6 миллиардов Долларов В текущем Финансовом Году Который Заканчивается В конце Марта Две недели Назад Руководители Тосиба Сообщили Что они Намерены Исключить Компанию Вы слушаете Радио Японии Всемирной службы NHP World Мы ведем Свою 30-минутную Трансляцию На русском языке В направлении Европы С 3 часов 30 минут Из 17 часов 30 минут По всемирному Времени На частоте 1386 кГц 4 часов 30 минут По всемирному Времени На частоте 6000 1665 кГц В направлении Дальнего Востока С 5 часов 30 минут И с 8 часов По всемирному Времени На частоте 11790 кГц А с 11 часов По всемирному Времени На частоте 7355 кГц В направлении Центральной Азии С 16 часов По всемирному Времени На частоте 927 кГц В Москве и Подмосковье На частоте 738 кГц Времени 7 утра И с 7 часов Вечера По московскому Времени Вы можете Воспользоваться Подкастингом Для новостей Загляните На наш Вебсайт nhk.jp Slash Russian А теперь о курсе Японской иены Котировки акций В 12 часов Дня По японскому Времени На токийской Валютной бирже Доллар Котировался На отметке 111,2 Иены А евро На отметке 120,3 Иены Составил 19197 Пунктов Мы продолжаем Информационный выпуск Центральный в Японии Банк сообщил Что он займется Проверкой Возможного Чрезмерного Предоставления Займов На строительство Жилья Которое Сдаётся В аренду Представители Банка Японии Планируют провести Проверку На местах Какой практики В новом Финансовом Году Который Стартует Япония С апреля Масштабы Строительства Жилья Для сдачи В аренду Быстро Расширяются В условиях Крайне Низких Процентных Ставок Такая Практика Также Предоставляет Возможность Зажиточным Слоям Населения Сокращать Свои выплаты Налогов На наследство Представители Банка Японии Планируют Также выяснить Обеспечение Кредиторами Надлежащих Систем Менеджмента Риска Высокопоставленные Представители Экономических Ведомстве Японии И Китая Согласились О том Что две страны Разделяют Обеспокоенность По поводу Политики Протекционизма Заместитель Министра Экономики Японии Икуров Сугавара И заместитель Директора Государственного Комитета По делам Развития Реформ КНР Нин Ци Пробили Переговоры В Пекине Во вторник Они также Договорились Обсудить Деустороннее Сотрудничество С целью Помочь Китаю В решении Проблемы Перепроизводства Стали А также В развитии Медицинского Обслуживания И ухода Китайская сторона Как сообщается Проявляет Оптимизм В отношении Проведения Консультаций В Японии В будущем году Это были Первые Экономические Переговоры На высоком уровне Между двумя Странами Примерно За пять лет Ранее Такие переговоры Проводились Ежегодно Но в 2012 Году Они были Приостановлены В связи С ухудшением Двусторонних Отношений Южнокорейские Представители Сообщили Что как было Установлено Обнаруженные На борту Парома Всеволи Останки Являются Останками Животного А не пропавшего Без вести Человека Как об этом Было объявлено Ранее Министерство Океанов И рыболовство Южной Кореи Сообщило Во вторник Во второй Половине Дня Во вторник Об обнаружении Останков Предположительно Числившиеся Пропавшие Без вести Жертвы Находившиеся На борту Парома Когда он Затонул Министерство Сообщило Также Что останки Могли выпасть Из корпуса Парома В ходе Операции По выкачиванию Воды и грязи Однако Позже В тот же день Министерство Сообщило Что обнаруженные Останки Принадлежат Животному Паром Всеволи Затонул У южного Побережья Южной Кореи В апреле 2014 Года В результате Этой Самой крупной За всю историю Трагедии На морском Транспорте Этой Страны Погибли 295 Человек Еще 9 Человек Числятся Пропавшими Без вести Бусший Президент Южной Кореи Пак Кэм Хэ Будет присутствовать На судебном Слушании По вопросу О выдаче Ордера На ее арест Как сообщила Во вторник Прокуратура Южной Кореи По словам Адвокатов Пак Кэм Хэ Она и служит Свои доводы На слушание В центральном Окружном Суде Сеула В четверг Прокуратура В понедельник Обратилась в суд С просьбой Выдать ордер На ее арест Прокуратура Считает Данное дело Весьма серьезным Так как Подозреваемая Злоупотребляла Властью Пожжет своим Высоким Положением И президентскими Полномочиями Обвинители Также выражают Обеспокоенность Что Пак Кэм Хэ Может попытаться Уничтожить Вещественные Доказательства Своей вины Группа Японских Шестирователей Сообщила Об успешной Пересадки Индуцированных Плюрипатон Столовых клеток АйПиес От донора Пациенту Который Страдает Серьезным Глазным Заболеванием Эта Операция Которая Продолжалась Один час Была проведена Во вторник В медицинском Сонтре Многопрофильной Больницы В городе Кобе Японские Специалисты Успешно Пресадили Донорские АйПиес Клетки Сетчатки Глаза Пациенту В возрасте Старше 60 лет Который Срабал Возрастной Макулярной Дегенерацией Эта группа Исследователь Планирует Провести Подобные Операции Еще Пяти Пациентам С цель Выяснить Произойдет ли превращение Пересаженных Клеток Злокачественные А также Их Отторжение Организмом Более Десятка Больших Самосвалов И экскаваторов Продемонстрировали Детям В префектуре Сайтама Движения Которые Можно Их Родители Присыл Старше На вторник На мероприятии В городе Титибу Организованном Компанией По продаже Строительных Машин В показе Участвовали 14 машин Самосвалы Весом Более 30 тонн С шинами Достигающими Двух метров Диаметрия Длинялись Рядами По три машины Поднимая И опуская Свои Корши По звуке Музыки Дети Которым Редко Доводится Видеть Строительные Машины Движения Реагировали Радостными Трипами На этом Мы заканчиваем Информационный Выпуск В эфире Радио Японии Всемирной Службы NHK Здравствуйте Дорогие Друзья Сегодня Мы предлагаем Вашему Вниманию Повтор Одной Из ранее Звучавших Передач Предлагаем Вашему Вниманию Второй Выпуск Сирии Из трех Передач Под общим Названием 2020 Год Из Токио Всему Миру Через три года Токио Предстоит Принимать Элитные Этот проект Сегодня Мы расскажем О его духе И полученных Результатах А также Поговорим Об основанной На этой Идее Новой Инициативе Реализация Которая Началась В преддверии Олимпийских Игр 2020 Вы слышите Как проходит Урок В одной Из начальных Школ В городе Охайя В претеркторе Нагано Преподаватель Эмири Иламото Рассказывает Ученикам О Боснии Иерсеговине Где она Побывала В юном 12-летнем Возрасте И показывает Фотографии Которые Она сняла В этой Стране Видите Вот этот Забор Мне сказали Что в земле По другую Сторону Забора Могут Быть Пехотные Мины Когда я Подошла К забору Мне было По-настоящему Страшно Иламото Побывала В Боснии В 2004 Году Представителем От своей Начальной Школы К тому Времени Минуло 9 лет С окончания Гражданской Войны Вызваны Межэтническими Конфликтами Война Привела К гибели 200 тысяч Человек Несмотря На прошедшие Годы В Сараево Повсюду Еще оставались Следы От снаряда Сапуль Поскольку Бои Которые Шли В столице Были Очень Ожесточенными Одно Из футбольных Полей Стало Местом Массового Захоронения Жертв Конфликта Что же Послучило Причиной Приезда Ивамото В Боснию 18 лет Назад В городе Нагану Начали проект Под названием Одна школа Одна страна Каждая начальная И неполная Средняя школа Города Выбрала По одной стране Или региону Которым Предстояло Участвовать В зимних Олимпийских И паралимпийских Играх 1998 года В Нагану В каждой Из школ Участниц Проекта На уроках Все дети Без исключения Исочали Выбранную Страну Или регион Чтобы как можно Лучше Понимать Тех спортсменов За которых Им предстояло Болеть На играх Начальная школа В которой В то время Училась Иванетно Выбрала Для такого Углубленного Изучения Боснию Игерсоявину А когда подошло Время Начало Зимних Игр 1998 года В школе Где училась Ивамото Побывали спортсмены Из Боснии Игерсоговины Ученики Вручили им Флаг На котором Они собственно Написали Ободряющие слова После того Как игры Закончились Школьники Продолжили Этот уникальный Культурный Обмен С Боснии Игерсоявин Например Ученики Начальной школы Переписывались С ровесниками Которые Учатся В одной Из школ Сараева Японские Школьники Также Углубили Свои знания О стране Познакомившись С историей И культурой Боснии Игерсоговины Инициатива Одна школа Одна страна Это детище Хирудзи Куиде Председателя Клуба Международной Дружбы Нагану Эта организация Является Средоточием Многочисленных Международных Обменов В городе Нагану Мы спросили у него Как возникло Это движение В олимпиадах Принимает участие Множество стран Знакомись С одной из стран Участниц Посредством Общения С ее жителями Дети получают Возможность Кое-что Узнать О нашем мире Я считаю Очень важно Чтобы у детей Складывалось Космополитическое Мировоззрение В результате Исследования Проведенного В то время Университетом Сукуба В ходе которого Были опрошены Порядка 1400 Учащихся Начальник школ Города Нагану Выяснилось Что 90% Школьников Задействованных В проекте Одна школа Одна страна Будет сделать Для нашего мира Фактически Многие дети Которые с тех пор Выросли И стали Полноправными Членами общества Так утверждают Занимаются Своей карьерой Проявляют При этом Интерес к тому Что происходит В остальном мире Ивамоту Одна из них По ее словам Благодаря участию В программе Одна школа Одна страна Который дал ей Возможность Узнать о Боснии И Герцеговине Она стала Стараться Вносить свой вклад Во имя мира Во время Ушела в университете Она принимала Участие В деятельности По поддержке Детского образования В развивающихся странах В конце концов Она сама решила Стать школьной Учительницей Будучи работником Образования Ивамота Тоже стремится Побудить у детей Непосредственный Интерес к миру За пределами Японии Если бы не этот проект Меня бы сегодня Здесь не было Мне хочется Чтобы мои ученики Следили за тем Что происходит В мире И стремились Изменить его К лучшему Между тем Реализация программы В городе Нагана Приложается Сутружеская пара Которая участвует В волонтерской деятельности На востоке Центральной Африки В Руанде 9 декабря Прошлого года Побывала в одной Из начальных школ В Нагану Это та самая школа Которую закончила Ивамото Муж Готера Рудосимва И его жена Японка Мами Управляют мастерской Где для нуждающихся Бесплатно производят Протезы И искусственные конечности Эта начальная школа Выбрала своей страной Боснию и Ерцеговину В свое время Ученики познали О пехотных минах Которые были установлены Во время этнического конфликта В стране А затем Они узнали О проблеме мин В Руанде В стране Пострадавшей От ожесточенного Этнического конфликта Который вылился В геноцид Множество людей Стали жертвами Пехотных мин Общение с руандийцами Побудило школьников Заняться сбором средств Чтобы эта супружеская пара Могла изготавливать Больше искусственных конечностей С тех пор Прошло больше 10 лет Супруги продолжают Бывать в начальной школе Один раз в год В этот день Дети приготовили гостям Популярные блюда Руандийской кухни И с удовольствием Полакомились вместе с ними А еще дети Исполнили танец Под традиционную Японскую песню Чтобы общение с гостями Получилось еще более Разносторонним Ученики старших классов Обменялись мнениями О достижении мира Сделав выводы из геноцида В Руанде Готера рассказал О том времени До того как вы все Появились на свет Во время геноцида В Руанде Был убит миллион людей Кроме того Говорят что около 800 тысяч человек Остались инвалидами Готера рассказал детям Как жертв убивали дубинками Или резали ножами Мачете Их же соседи Но более 20 лет спустя Те кому удалось Пережить это насилие Примирились Сумев раскаяться И простить Он рассказал Как люди Которые живут Боб обок Вместе Восстанавливают страну Мы спросили у детей Что они узнали И поняли Война Война это неправильно Я твердо в этом убеждена Я почувствовала Что когда я вырасту Пока я буду помнить О пути Руанды К примирению Я смогу вести борьбу С насилием С насилием И войной Я поняла Что нам В этой стране Повезло жить В очень удачных условиях Мне хочется Ведомиться Вместе Со всеми Остальными людьми И придумать Спасобы Сделать так Чтобы больше Никогда не было войн Я поняла Что хочу Учиться Как следует И следить Тем что происходит В обществе Постоянные усилия Позволяют детям Обрести Собственный взгляд На мир Между тем В преддверии Игр 2020 года В Сокео В Японии Из движения Одна школа Одна страна Родился Новый проект Под названием Принимающий город Суть инициативы Состоит в том Что теперь Вместо школ Будут выступать Муниципалитеты Что позволит Значительно Расширить Масштабы программы В рамках Этой инициативы Правительство Японии Предложило Муниципалитетам Выставить В качестве Принимающего Города Для какой-нибудь Страны Или региона Участвующего В играх Предполагается Что спортсмены Которые приедут В Японию Из-за рубежа Для проведения Тренировочных сборов И по другим делам Будут общаться С местными жителями Некоторые Из зарегистрировавшихся Для участия Муниципалитетов Уже начали Готовиться К играм Это мероприятие Состоялось В городе Токамачи В префектуре Нейгата В июле По случаю Начала деятельности В качестве Участника Инициативы Принимающий Город Здесь будут Принимать Хорватию В мероприятии Приняли участие Представители Обеих сторон В том числе Официальные Представители Городской администрации А также Посол Хорватии В Японии С прошлого года В городе Уже занимаются Деятельностью По ряду Отличных направлений Компании Операторы Ресторанов И гостиниц Получили приглашение На дегустацию Вин из Хорватии С тем Чтобы больше Заведений Стали поставлять Или предлагать Эту продукцию Учащиеся Местных Начальных И неполных Средних школ Время от времени Имеют возможность Попробовать Хорватскую кухню На школьных обедах И тем самым Познакомиться С культурой Хорватии Йошихиро Игава Отвечает за работу В рамках проекта Принимающий город В городской администрации Мне хочется Развивать обмены Не только в спорте Но и в самых Разнообразных областях Будь то экономика Культура Или воспитание детей Я надеюсь Что благодаря этому проекту Город взбодрится И почувствует себя моложе В качестве Принимающих городов Уже зарегистрировались 138 муниципалитетов Столь обширный Международный обмен Не имеет прецедентов В истории Проведения Олимпиад Инициатива Принимающий город Не только Способствует Глобализации На уровне Местных муниципалитетов Она еще и Ставит целью Оживление Принимающих городов Японское правительство Ставит целью К 2020 году Привлечь еще больше Местных органов власти К участию в этом проекте В нашем эфире Прозвращена вторая часть Специальной серии Под названием 2020 год Из Токио Всему миру Сегодня мы рассказали о том Как из проекта Одна школа Одна страна Родилась инициатива Принимающий город А сейчас для вас прозвучит песня Тема этой недели Сакура И для вас звучит Композиция группы Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...